В зимбавийскую столицу Харари вернулся будущий исполняющий обязанности президента Эмерсон Мнангагва. Африканский национальный союз, Патриотический фронт номинировал его на этот пост после отставки Роберта Мугаби, правившего Зимбавией 37 лет. У правящей партии конституционное большинство в обеих палатах парламента, поэтому конкурентов у Мнангагве нет. Уже в пятницу он примет присягу в качестве временно исполняющего обязанности главы государства. 75-летний ветеран антиколониальной войны бежал в ЮАР сразу после того, как 93-летний экс-президент уволил его с поста своего заместителя. В среду тысячи сторонников встречали Мнангагву как героя у штаб-квартиры Африканского национального союза. Своей первой речи он призвал соотечественников к объединению для решения экономических проблем. Я поклялся себе служить вам. Я призываю всех истинных патриотов Зимбаввы объединиться и работать вместе. Все мы равны, все мы зимбаббийцы. Однопартийцы прозвали Мнангагву крокодилом за огромный политический опыт и терпение. Со времен войны за независимость он был верным соратником и помощником Мугаби. И в партии, и в правительстве. В 80-х он занимал посты министра оборонной юстиции. В 2014-м был назначен вице-президентом. 6 ноября многоопытный политик стал жертвой интриг жены Мугаби Грейс, которая считала его главным соперником в борьбе за президентское кресло. Она не только пролоббировала увольнение Мнангагвы, но и зачистила правящую партию от его сторонников. Это не понравилось военным, которые всегда считали вице-президента выходцем из своей среды. 15 ноября они вывели на улицы Харари бронетехнику. После недели переговоров Роберт Мугаби прислал в парламент заявление о добровольной отставке.